Вместе с осенью придут и сезонные заболевания. Активнее всех свирепствует вирус гриппа. Медики советуют укреплять иммунитет раз в год, в августе-сентябре. По словам специалистов, достаточное количество антител в организме вырабатывается спустя две недели после инъекции. Сейчас на аптечный склад пришла первая крупная партия вакцины. На выбор у южноуральцев есть два отечественных препарата – ультрикс квадри и сови грипп. Какая вакцина для кого лучше подходит, это, конечно, лучше консультироваться со своим лечащим врачом или наблюдающим семейным доктором. Потому что есть особенности и для детей, и для пожилого населения, и для беременных женщин, и для взрослых. Поэтому и та, и другая вакцина есть на территории Челябинской области. И все перечисленные группы, эта вакцина подходит для этих групп населения. Вся вакцина, которая поступает в Челябинск, находится в областном аптечном складе. Ее хранят только в низкотемпературных камерах. В них от 2 до 8 градусов. Производится мониторинг температуры тремя различными системами. Это в рамках системы мониторинга микроклимата. Датчики стоят, есть датчики отдельные, автономные. Снимают показания и хранят их около трех лет. И третья система – это та, которая работает совместно с холодильниками. Основываясь на ту систему, холодильники поддерживают температуру 4-5 градусов. Три независимых системы позволяют там гарантировать качество вакцин. Ковидный переполох всерьез взбудоражил умы южноуральцев и заставил чаще посещать прививочные кабинеты. За последние годы тенденция к вакцинированию выросла. В 2022 году от гриппа привилось свыше полутора миллионов жителей региона. Осень, сентябрь, надо обязательно сделать вакцину. От гриппа я не вакцинируюсь ровно потому, что я постоянно принимаю нужные препараты, витаминные. Если будут случаи, прецеденты или угрозы заражения гриппом, то надо будет искать какой-то самый разумный, самый доступный, оптимальный способ вообще как-то обезопасить себя. И если это вакцинация, ну тогда, допустим, будет вакцинация. Это понятно, что прививка – это не самое лучшее. Но все-таки стал вот прививаться и, в принципе, обхожусь на спорту. Бесплатную прививку смогут получить дети старше полугода, работники медицинских, коммунальных и образовательных учреждений, а также работники транспорта. Кроме этого, в годную категорию попали студенты, беременные женщины, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями. Остальные желающие смогут приобрести вакцину в аптеке только по предписанию врача. Планируется привить порядка 60% населения региона, что позволит сформировать коллективный иммунитет. Вакцина будет использоваться для иммунизации детского и взрослого населения, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Уже до конца текущей недели препараты будут доставлены в поликлиники. Поставить прививку от гриппа можно в больнице по месту жительства, а на крупных предприятиях будут работать выездные бригады медиков.